В этот день, 20 января, родились Владимир Семенов, архитектор, автор знаменитого генерального плана реконструкции Москвы 1935 года. Евгений Замятин, писатель, автор романа «Мы». Вырос под роялем мать, хорошая музыкантша, Гоголя в четыре уже читал. Детство почти без товарищей, товарищи, книги. Так о себе писал Евгений Замятин. Конечно, где, как не в таком окружении, вырасти юноше в писателя подобной величины. Знаменитый график Юрия Аненков. Значение Замятина в формировании молодой русской литературы первых лет советского периода огромно. Под влиянием Замятина объединилась и сформировалась писательская группа. Лев Лунц, Михаил Исланимский, Николай Никитин, Всеволод Иванов, Михаил Зоченко, а также Косвина, Борис Пельняк, Константин Федин и Исаак Бабель. Уже первая его повесть «Уездная» так оценивал живой классик Максим Горький. Прочитай, получишь удовольствие, писал он в своей жизни. Центральное же произведение Замятина — роман «Антиутопия. Мы». Его время и место действия — 32-й век, с его тотальным контролем над личностью, где имена и фамилии заменены цифрами. А жизни героев находятся под полным контролем со стороны государства. Этот роман «Предсказание» предвосхитил англоязычный роман 1984 и многие другие подобные. Книга Глыба. Увы, в 20-е годы автору не могли простить такого произведения. Фамилия Замятина попала в список антисоветской интеллигенции Петрограда. «Если я действительно преступник и заслуживаю кары, то все же думаю не такой тяжкой, как литературная смерть. И потому я прошу заменить этот приговор высылкой из пределов СССР», — так просил власть Замятин. Его просьбу удовлетворили. Замятин умер на чужбине во Франции всего в 53 года. 20 января 1878 года русские войска под командованием генерала Скобелева захватили Адрианополь в ходе русско-турецкой войны. 20 января 1939 года по НКВД было разослано секретное письмо, согласно которому дозволялись физические меры для получения признаний от врагов народа. 20 января 1944 года снята оккупация с Великого Новгорода. К моменту освобождения в тысячелетнем городе оставался всего 51 житель, а до войны в нем жило 50 тысяч. Всего Новгород 883 дня находился под нацистской оккупацией. И за это время город из памятника русского исторического наследия превратился еще и в памятник фашистским зверствам. Множество древних каменных строений гитлеровцы облюбовали под доты. Под куполом православных храмов так удобно располагать пулеметную точку или наблюдательный пункт. Навсегда были потеряны церковь Успения на Волотовом поле, Михаила на сковородке, Спаса на Ковалеве, Благовещение на Городище. А сколько фресок, икон, не счесть! Кириллов монастырь еще XII века остался только в фотографиях и груди камней. Он тоже был превращен в крепость, которую брал в том числе политрук Панкратов. Считается, что он первым закрыл своим телом пулемет врага еще до аналогичного подвига Александра Матросова. Памятник тысячелетия Руси. Его ждала другая участь. Немецким генералом-герцогом он был демонтирован для отправки в Германию. Однако нацисты не поспели. Наши войска в январе 1944 года освободили Новгород. Город брали войска маршала Мерецкого. Штурм планировался за годи, рассказывает один из ветеранов боев. Мерецков приказал за 5 километров от фронта сделать точно такую оборону, как у немцев. Хоть 2-3 километра. Сколько сможем делать? Сделали. И говорит, теперь ее надо штурмовать. Вот как возьмем ее и на немцев пойдем. 883 дня оккупации окончились за несколько дней штурма. Вот тогда солдаты и обнаружили памятник тысячелетия Руси в беспорядочных кусках. Ему недоставало 1500 деталей. Однако уже в ноябре того же года, когда новгородцы жили еще в землянках, монумент был вновь открыт для обозрения. Памятник тысячелетия Руси. Памятник ее несгибаемости. 20 января 1953 года совершил первый полет стратегический бомбардировщик М4 Владимира Мясищева. И весь мир увидел красавец самолет, когда разошлись фото с первомайского парада 1954 года. Первый в мире реактивный межконтинентальный бомбардировщик. Его в НАТО сразу укрестили Бизон за размеры. А глава ЦРУ Далис дал развернутую оценку машине, окончив ее словами. Все это привело к предположению в нашей стране об отставании по бомбардировщикам. Однако самолет ждала сложная судьба. М4 превосходили самолеты-конкуренты Ту-95 по всем параметрам, кроме дальности 8 тысяч километров против 12 тысяч. Это и стало им приговором. Сначала маленькая серия выпуска, а затем по соглашению США по программе разоружения почти все бизоны распилили на металл. Таким был этот день 20 января.